всем привет в этом выпуске хотел рассмотреть дробовик saur m30 также он как и некоторые оружия до арендные попал в мою коллекцию таким же образом вот с последней обновой до разработчики раздали все вот эти вот оружие опять же конечно все это здорово жест такой хороший с их не стороны благородный подарили всем участникам но только вот получается они раздали до те кто играет там на каких-то первых начинающих там уровнях ну-ка макадином на нижних до уровнях еще на невысоких для них то это актуально оружие но она совсем не актуально когда вот уже этой на 50 уровне и спрашивается вопрос зачем она вообще нужно зачем они тебе его дают когда тебя ну совсем не нужно то просто я не понимаю получается так что просто грузом лежать будет и все тоже его не использовать все равно никак не будешь то есть никакого смысла в том что тебе его дают на этом уровне вообще никакого нету опять же где логика ну как бы в этом вопрос поэтому непонятно мне лично это все говорю понимаю когда игрокам достается вот это арендное оружие который там на каких-то более да там маленьких уровнях им до помогает нам всем тем кто у кого большие уровни никак это не помогает и никакой логики в этом нету хотя вот птр далее тоже до птр вот это противотанковое ружье в принципе ну это нормально еще да вот это конечно но куда она вот лан давайте посмотрим что тут у нас по характеристикам урон значит 340 ну такой такси ну как такси большой до урон то большой скорострельность маленькая 36 это у нас получается трехствольная какой-то такой дробовик немецкий вот чё здесь улучшить можно да конечно поднимется еще урон так ну не прям существенно но поднимется скорострельность чуть поднимется ладно опять же мы рассматриваем его так вот просто на перспективу да давайте возьмем затестим посмотрим вообще чего он из себя представляет вообще для каких целей он может пригодиться примерно на каких уровнях на нем можно играть до стами ставим ставим его на броню медика выглядит безупречно не ну красиво такая серебряная у него оплетка прям красота с такими рисунками нет ну сделан вообще классно сделан красиво так бота еле еле увалили с него вот еще один бот теперь бот нас увалил ну вот это бот три выстрела вроде бы урон такой колоссальный но эффективности очень мало урон 300 с чем-то забирать должен на ура но к сожалению этого не происходит по поводу движений комфортной игры с ним до управлять с ним хорошо управляется он бежит все вроде четко послушно себя ведет но выносит тебя с ним как нечего делать перезарядочка у него ловко происходит так раз откинул закинул патроны в ствол но не более того вообще плюсов пока никаких не вижу таких вроде как и засирать до оружие какой-то не хочется с другой стороны прям не вижу чтоб она заслуживала аплодисментов каких-то разве что вот дизайн у нее красивый с этим не поспоришь управление с ним неплохое но вести прям какие-то серьезные бои да и вообще даже либо хоть какие-нибудь но вот только он забирает до подраненых подраненых забирает и прям вот вплотную вблизи когда конечно чувствуется урон что сильные у него чуть подальше если то никакой тяги у него нету такое ощущение как будто он просто холостыми стреляет или непонятно как и куда вот видите куда он ну не кучно как-то стреляет не в цель да вариант мне совершенно не устроил бы такой может кто-то и играет на нем как-то но честно говоря порадоваться за него вообще не чем плюсов никаких я бы не стал бы играть на нем хотя он легендарный до считается заторможенная стрельба медленная вот забирает он не так хорошо я не знаю я бы его оценил бы там я не знаю ну до 25 может уровня да он бы еще там как ты это себя бы проявлял бы там хорошо бы возможно а вот дальше уже будут явные проблемы с ним это наверняка поэтому не могу порадоваться не могу прямо что-то хорошее сказать об этом но тут опять же с моей точки зрения да как я это вижу скорее больше минусов чем плюсов плюсов прямо таких вот не ощущаю как каких-то вот прям конкретных вот если бы это было бы скорострельность скорострельность нет плохая урон вроде написан что большой но он так не забирает не вышибает соответствует урон или нет непонятно заявленным цифрам вот но в любом случае по ощущениям да когда играешь видишь если потенциал у оружия какой-то как с ним ну как он все примерно в дальнейшем будет вести предполагаешь то здесь такая вот какая-то непонятка конечно может на 24 если качнуть его он будет немножко по-другому до себя вести но так вот в целом вот сейчас я поиграл и могу так сказать что по моим лично до ощущениям опять же что он ну как бы вариант неудачный неудачный и не перспективный вот так что так ну делать вывод вам и выбор да соответственно вот поэтому думайте сами ребят вот ну а вам как всегда хорошего настроения побольше побед хороших вам игр вот и давайте до в следующей до следующего раза до следующего видео все всем пока